Здравствуйте! В эфире «Открытая студия» и я, Гульбадам Назбенова. Недавно в нашей области прошла широкомасштабная акция «Внимание, дети!». Причем инициировали ее сами дети. Юные дорожные инспектора вчера прямо на дорогах беседовали с водителями и маленькими пешеходами. И сегодня гостья нашей студии, начальник ювенальной полиции, местной полицейской службы, подполковник полиции Ахтолхан Нарумбаевна Утешева расскажет нам подробнее об акции. Здравствуйте, Ахтолхан Нарумбаевна! Здравствуйте! Спасибо, что вы сегодня у нас в студии. Расскажите вообще идею создания, проведения этой акции. Зачем ее провели, с какой, значит, целью? Данная акция проведена в целях профилактики детского дорожного транспорта травматизма, а также закрепления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах, на дорогах и преддверии начала учебного года. Эта акция проводится полностью по республике, республиканская акция. Она у нас началась 21 августа подготовительная была. Это мы дополнительно обследовали все прилегающие территории школ, пешеходы, все необходимое. Потом также основная акция с 1 по 5 часов проведена. При проведении данной акции мы начали с 1 сентября, сразу с общей, общешкольных линеек, где были проведены классные часы, беседы, разъяснительные беседы с родителями, встречи. Скажите, пожалуйста, травматизм на дорогах, его больше в летний период или вот в период, когда начинается школьная пора, учебный год? Да, действительно. Это в основном ежегодно, при анализе ежегодно происходит в преддверии начала учебного года. И в связи с этим эта акция ежегодно проводится перед началом учебного года. Ну, конечно же, летний период дает, конечно, отсутствие контроля и нарушение правил дорожного движения. Именно по пешеходам детей, потому что все-таки летний период дети в основном играются на улицах, это, конечно, влияет. Но согласно анализу статистики, с начала года за 8 месяцев у нас наблюдается снижение зарегистрированного 80 фактов ДТП. На 9 процентов, насколько я знаю, снижение, да, в связи с прошлым годом, на 9 процентов. Да, погибший один факт. Я хочу напомнить телезрителям, что программа в прямом эфире, и вы можете позвонить прямо сейчас в студию и задать интересующие вас вопросы начальнику отделения ювенальной полиции. Наш телефон 22 11 55. Давайте продолжим нашу тему. Скажите, пожалуйста, получается, это стало дисциплинированнее либо водитель, либо все-таки акция дает свои плоды. Я по поводу снижения травматизма на дорогах. Кто чаще всего оказывается виноватым? Водитель, либо пешеход? Основная причина совершения ДТП, это несоблюдение, конечно же, правил дорожного движения самими водителями, превышение скорости на дорогах и выход на встречную полосу. И кроме этого, конечно же, если с участием детей иметь в виду, то в основном, наверное, малограмотность детей или как все-таки несоблюдение... Оставление их без внимания родителей, скорее всего. Внимание родителей, плюс при том, вот я сколько анализирую, в основном дети, мы проводим разъяснительные беседы. И многие дети, как получается, немногие, хотя мы проводим занятия, немногие дети правильно переходят даже пешеход. Так как все-таки, наверное, и родители это большой вклад вносит, то что родители, мне кажется, мало об этом говорят детям. Потому что ежедневно нужно, перед тем, как ребенок вышел на улицу, надо предупредить ребенку, что при переходе через дорогу обязательно через пешеход. И когда наступаете на сам пешеход, необходимо посмотреть по сторонам и потом идти. Потому что все-таки, я же говорю, основная причина это превышение скорости водителями. И в таких случаях все неизбежно. Вчера мы снимали сюжет по дорожным юным инспекторам. Было приятно, что дети сами принимают в этой акции участие в такой красивой форме. Они чувствовали себя такими важными, гордились тем, что они носят форму. Вы знаете, поступило много предложений, вопросов, где можно выучиться вообще курсам юного инспектора. Существуют ли такие курсы? Вообще, как их отбирать на эти курсы? Вообще, действительно, эффективность в работе профилактики является работой отрядов юных инспекторов движения. И эти инспекторы в каждой школе, эти отряды имеются. И каждый желающий ребенок, получается, с 12 лет до 15 лет входит в этот отряд, возрастная категория. И из числа этих отрядов у нас ежегодно проводится областной слет юных инспекторов движений. И дети, да, дети в этом году представляли нашу область, школу, Хабинская средняя школа, Хабинского района. И вот, действительно, дети горят, им нравится, потому что все-таки это не только республиканского масштаба, но и международно на этом слете участвуют представители России, Узбекистана. И там так красиво, что они, когда приходят, столько впечатлений, только эмоций. И действительно, форма для них, получается, делает такая... Это стимул. Стимул, да, она красивая у всех. У нас, извините, у нас есть звонок. Телефонный звонок от телезрителя. Алло, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Я бы хотел задать вопрос. Угу, слушаем. Алло. Алло. Алло, мы слушаем вас. Кажется, сорвался, да, звонок? Алло. Я бы хотел задать вам вопрос. Вот это. Почему вот на пешеходных переулках не оборудованы видеокамерами? Угу. И почему... Еще хотел узнать, есть ли возможность поставить около пешеходного... Еще один вопрос. Почему не поставить бы инспектора дорожной полиции? Угу. 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 Я думаю, что очень хороший, уместный вопрос. Я думаю, вы сможете ответить на него. Почему? Телезритель задает. Почему бы не обеспечить эти пешеходы видеокамерами? Очень хорошая идея. Почему? Выбирается. Ежегодно по анализу выбираются именно криминогенные участки, где именно нарушается больше... совершается ДТП. И эти вопросы тоже прорабатываются. У нас есть отделение технических дел, которые именно этот анализ проводят. Я же говорю, вот сейчас вот в рамках этой акции были проведены обследования, обследованы все учебные заведения, к которым прилегают эти пешеходы. Угу. И вносится вопрос именно на этих участках. А то, что дорожный инспектор... У нас в связи с тем, что вот новые изменения, инспектор дорожного движения получается на автомашине. И запрещено стоять на участке пешехода этот... То есть по закону, по инструкции ИДН не имеет права стоять на пешеходе? Нет, ИДН ставит вопрос именно дорожный полицейский. Дорожный полицейский не имеет права стоять перед пешеходом. Мы вот единственное, вот проводим вот эти акции, и при этих акциях, если пешеход прилегает к школе, мы выставляем наших школьных инспекторов. Утром, это получается, когда они идут на занятия, и вечером, когда уходят. Цель их профилактики выставляем своих инспекторов, и они объясняют, как правильно переходить пешеход. Угу. Ну, все. Хорошо. Раз уж вопрос зашел о, значит, ИДН, об инспекторах, хотелось бы узнать вообще, откуда набираются сотрудники, с каким образованием, какие требования. Насколько я знаю, вот сколько я не встречаю, ИДН, это одни женщины. Ну да, инспекции по делам несовершеннолетних, как с тех времен всегда идут женщины, так как мы работаем с детьми, с семьями. Получается, мы выводим неблагополучные семьи, социальные положительные, прорабатываем все вопросы с ними, профилактики. И вот на сегодняшний день у нас по области инспекторов ювенальной полиции, именно школьных инспекторов, 128 единиц, и получается 80% женщины. И на сегодняшний день, кроме этого, вот здесь 128 инспекторов, у нас при наличии 424 учебных заведений, у нас нехватка 92 единицы кадров. Я скажу, что большая нехватка. Штат есть, а значит нету просто кадров? Нет, нет. Или нету штата? Не в том смысле. По норме положенности необходимо еще 92 инспектора. На сегодняшний день 128 у нас вакансий нету, у нас все заполнены. Это получится дополнительно по норме нагрузки. То есть на более чем 400 учебных заведений у нас всего 128 инспекторов, да? Ну там по норме нагрузки, вот в городе, если, к примеру, взять город Ак-Тюбе, у нас 66 единиц школьных инспекторов, и нам еще необходимо 41 единица. Так как на сегодняшний день, вот согласно мы закрепили учебность за учебное заведение, за одним инспектором закрепляется 2 и более учебных заведения. Так как наши инспектора не только в школах находятся, но и в колледжах, получается, они в систему образования. Ведут работу. Да, учебное заведение читается. А как вот в районах, как на селе? Получается и участковый, и ДН в одном лице работают? В одном лице. Участковый инспектор сельской местности, он сам перекрывает сразу свой участок административный и закрепляется за учебным заведением. А школьные инспектора там предусмотрены в школах, где более 500 учащихся. В сельской местности. Давайте вернемся к вопросу, как стать юным инспектором. Вы проводите какой-то конкурс, тестирование или курсы? Нет. В каждой школе, получается, создаются отряды юных инспекторов движения, и в состав должны входить более 10 детей. Там неограниченное количество. Может быть, 10 и более. И я же говорю, именно возрастная категория с 12 до 15 лет. А чем они занимаются в пределах школы? Они именно в школе, у нас в каждой школе, получается, проводятся занятия 18 часов по правилам дорожного движения. Они инспектора, это активисты, которые агитируют и пропагандируют именно соблюдение правил дорожного движения. Безопасность. Безопасность. И они вместе со школьным могут прилегающей территории к школе пешеходам выставляться и проводить свои разъединительные беседы. И вот именно при проведении таких акций, они нам большую помощь оказывают, разъясняют сами, как дети водителям, как наставление дают. Это имеет какой-то эффект, когда ребенок объясняет. У нас есть звонок в студии. Алло. 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 Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Да-да, я слушаю вас. Я в городе Хромтауэрс. Ага. Вот где-то две недели назад меня машина остановила в 3 часа утра, ночи, областной ГАИ. По пешеходу, пешеход прошел 4, около полчетвертого. И получается, как подставная она. А, имеет, областной ГАИ заезжать в населенный пункт или... А, то есть вас задержал инспектор дорожной полиции? Да-да, инспектор дорожной полиции города Активенск. А как вы узнали, что пешеход подставной? Интересная ситуация. Да-да, просто пешехода не было, он выбежал. Я не успел. Ага. И вас задержали и оштрафовали? В 3 часа утра, никого нету по улице. Я медленно ехал, я выбежал, получается. И сразу же обл. ГАИ... Понятно. Какой у вас вопрос? Ну вот я имею в виду, иметь обл. ГАИ, заезжать в населенный пункт и... Ваш вопрос понятен? Алло, у вас есть еще что-то сказать? Так, ну вы вопрос поняли, да? Имеет ли дорожное... То есть у вас какое-то есть подведомственное подразделение территориальное? Имеет ли, допустим, инспектор городской дорожной полиции, либо другой заезжать из другого территориального округа, заезжать на территорию того населенного пункта, который не относится к его ведомству? Ну, во-первых, конечно, вопрос не ко мне. Немножко, да, некомпетентный вопрос. Могу ответить, что у нас есть рота дорожной безопасности, дорожно-патрульной полиции, которая обслуживает районные трассы. То есть она мобильная, она может заезжать на любой населенный пункт? Ну, эти конкретные нюансы не могу сказать, но я знаю, что именно эти инспекторы обслуживают эти участки. И при том-то он говорит подстану, это то, что на сегодняшний день, наверное, все знаете, что у нас имеются видеорегистраторы и автомобильные, и носимые. И они фиксируют эти все факты, там не может быть, как убеждает. Поэтому он может, если что, если у него возникли такие вопросы, он может обратиться с заявлением, обращением... В административный суд? Да, не только к нам. К гражданам? К нам, нет, он может обратиться в нашу местную полицейскую службу, да. Именно с определенным таким вопросом. Если он хочет для себя получить разъяснение, что он на таком участке, так потому что все у нас фиксируется в виде регистратами, и для этого есть доказательная база, если необходимо. Но я хочу еще раз повториться, что вы можете обратиться в местную полицейскую службу, если у вас есть какие-то нарекания в адрес работы дорожных инспекторов. И, как уже напомнила наша гостья, везде стоят видеорегистраторы, и вы можете доказать, действительно ли это было подставное лицо или не подставное. То есть вы можете обратиться в полицию. А у нас еще в студии есть звонок. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Хотел задать вопрос инспектору ювенальной полиции. Хотел узнать, можно ли работать школьным инспектором, имея только высшее педагогическое образование, не имея юридического. Мужчина позвонил, а мужчины не нужны. Значит, есть желающие к нам идти работать. Да, этот инспектор ювенальной полиции имеет право быть не только с юридическим образованием, но и педагическим. Единственная наша служба, которая принимает, потому что в других службах обязательно идёт только юридическое образование, а именно к нам принимают с педагогическим образованием. Могут без юридического образования. Да, с педагогическим образованием. Я думаю, для этого телезрителя хорошая новость. Приходите, пожалуйста, мы приглашаем вас, потому что мужчины нужны. Офицеры у нас до 35 лет. Возрастная категория до 35 лет. Вы можете прийти, подать заявление, если вы по возрасту подходите на должность ИДМ. И желательно наличие стажа в образовании. Он же сказал, что он учитель. У него есть уже стаж. Я скажу, очень оживленная беседа у нас с телезрителями идет. Я бы хотела немножко задать вопрос по подростковой преступности. Какова динамика с увеличением штата ИДН? Есть ли динамика по снижению преступности? То есть на сегодняшний день какова динамика? Во-первых, конечно, штат у нас с 2005 года, только в 2012 году были добавлены штаты. Конечно же, у нас ежегодно было в течение 5 лет было стабильное снижение, но в этом году у нас наблюдается рост совершенных несовершеннолетними в два раза. И это наблюдается у нас в областном центре, то что в городе, в городе Ахтюбе. А каких преступлений больше? Кражи, хулиганство? В основном на сегодняшний день, согласно анализу, у нас идут грабежи, отбирание сотовых телефонов. Вымогательство? Вымогательство нет, рост. Но именно грабежи и кражи сотовых телефонов. Больше всего? Да, при анализе. В два раза? Да, получается. В основном у нас рост идет совершенный учащимся колледжей. Учащийся колледжей, да? Это дети, которые действительно живут здесь в основном в общежитии, на съемных квартирах, иногородние. В основном их числа. А если брать анализ совершенных в отношении несовершеннолетних, у нас последние 5 лет наблюдается динамика снижения. В отношении несовершеннолетних? В отношении несовершеннолетних. Это хорошая статистика. Да, последние 5 лет у нас снижение по динамике идет. И по итогам 8 месяцев у нас снижение на 25%. Но при анализе совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних, у нас в основном на сегодняшний день это половые преступления сексуального характера. Давайте мы с вами прервемся. У нас есть телефонный звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю вас. Открытая студия. Здравствуйте. Я хотела пожелать вот у вас на студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Открытие студия. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Желаю вам достойного службы. Мы говорили о безопасности на дорогах. До свидания. До встречи в эфире.